Какие-то совсем грустные перспективы открываются для Армении. Руководство этой страны совершает зарубежные воежи. Вот и премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Францию. Но реального прока от этих поездок для Армении нет и быть не может. Потому что настоящее и будущее региона определяется странами региона, а вовсе не Парижем, Брюсселем или Вашингтоном. И тут имеет смысл обратить внимание на кардинальное изменение отношений между Баку и Тегераном, в Узбекистане, где прошел 16-й саммит Организации экономического сотрудничества, состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и его иранского коллеги Ибрахима Рейси. И то, что прозвучало из уст Рейси, стало настоящим холодным душем для официального Еревана, который десятилетиями выстраивал свою региональную политику с опорой на Россию и Иран. Как заявил Рейси, в Иране рады, что Карабах после долгих лет вернулся на свою исконную территорию. Это Азербайджан. Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность. Он также выразил надежду, что Карабах будет восстановлен и реконструирован. Не знаю, запивали ли коньяком валидол после этих заявлений президента Ирана, но спертый запах очередного фиаско в кабинетах руководства Армении должен был стоять. Тем более, что Рейси добавил, что иранские компании готовы помогать нашим дорогим друзьям из Азербайджана в восстановлении Карабаха. Также он отметил улучшение транспортной и транзитной ситуации между Азербайджаном и Ираном. Маршрут Агбент через реку Арас и те проекты, которые мы реализуем там по согласованию друг с другом, отвечают интересам обеих стран. Это гарантирует транспортную связь между Азербайджаном, Ираном и Нахчиваном и устраняет озабоченность. В этой сфере подчеркнул Ибрахим Рейси. Наконец, он заявил о том, что в предыдущие годы в Иране наблюдали попытки внерегиональных сил вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном. Он констатировал, что вопреки желаниям наших противников, наши отношения день от дня улучшаются, и планы тех стран, которые пытаются вставлять палки в колеса в отношения Ирии и Азербайджана, проваливаются. А кто за уши пытается протащить эти внерегиональные силы на Южный Кавказ? Ответ очевиден — это делает Армения. Она заигрывает с Францией, ЕС и даже с далекой, холодной Канадой. Да, при этом в Ереване убеждают себя в том, что можно одновременно сидеть на нескольких стульях. Но реальность показывает, что это не так и что Армения лишь закрепляет за собой статус регионального изгоя. Запад ей не поможет. Да, возможны определенные временные финансовые подачки. Но это вовсе не то, что позволит Армении выбраться из болота, в которое она забрела три десятка лет назад, выбрав путь территориальных претензий к Азербайджану. Единственный путь спасения Армении — это нормализация отношений с Баку и Анкарёй. Но никаких реальных шагов в этом направлении Армения не делает. Плюс, она не хочет понимать и принимать новых реалий, сложившихся после полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности. В сентябре мы провели антитеррористическую операцию, в результате которой сепаратизму в Азербайджане положен конец. Это создает возможности не только для более активного развития Азербайджана, но также создает благоприятную обстановку во всем регионе, — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на саммите ООС. Глава нашего государства напомнил, что в течение трех лет после Второй Карабахской войны Армения отказывалась и отказывается от выполнения своих обязательств, а именно предоставления проезда из основной части Азербайджана в Нахчеван. Это их выбор, думаю, они совершили большую ошибку. Я очень рад, что совместной работой представителей Ирана и Азербайджана мы согласовали маршрут прохождения железнодорожной и автомобильной полосы по южному берегу реки Араз. Я уверен, что этот проект будет реализован в короткие сроки и станет еще одним направлением транспортного коридора север-юг. То есть, в результате у нас будет два маршрута один — через Астару, один — через Акбент, и оба маршрута будут служить делу укрепления братских отношений между Ираном и Азербайджаном, а также будут доступны нашим соседям и партнерам в других странах, — констатировал президент Азербайджана. Глава государства абсолютно прав. Азербайджан неоднократно взывал к здравомыслию руководство Армении. Но там снова предпочли идти своим путем, тем самым который уже завел их в политико-экономическое болото, закрепив за Армении статус государства лузера региона. Сейчас мы видим, что Ереван не извлек уроков из своих провалов. Он сделал ставку на силы, расположенные вне нашего региона. Пашинян и его команда ведут себя, как герои известного советского мультфильма, мечтающие о сказочном мосте до самого «До Парижа». Но в итоге моста такого не будет, регион будет развиваться, предоставив Армении и ее обитателям возможность любоваться этим процессом со стороны. Аминь. 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 Аминь.